доброго времени суток глубоко уважаемые слушатели мы начинаем наше первое занятие это по дисциплине которая преподается на механик математическом факультете мгу и называется вариационные исчисления и оптимальное управление обычно это происходит на четвертом курсе отделение математики я буду вести проводить некие аналоги наших семинаров семинарских занятий и примерно в том духе как это проводится для студентов четвертого курса сотрудниками уже много лет сотрудниками нашей кафедры кафедра общих проблем управления имеются разнообразные пособия ну так традиционно на кафедре преподавания ведется в значительной степени по такому задачнику алексеева галеева тихомировать такой довольно давно написанный задачник которых там очень хорошие задачи собраны и некое теоретическое объяснение приводится как их решать вот но он перерабатывался дорабатывался и я буду больше ориентироваться на более современные его модификации которые последние годы активно которым активно последний год занимается профессор эльфат михалыч галеев вот ну и естественно буду пользоваться и многими другими источниками не только это этими книжками значит тут сейчас такая вводная часть вообще о чем идет речь речь идет об экстремальных задачах причем они бывают как задачи с ограничениями так и задачи без ограничений ну значит задачи с ограничениями в самом общем виде она выглядит примерно вот так у вас есть некая функция действительно значная вот и вы хотите исследовать ее на экстремум что это означает что либо найти ее точку максимума либо найти точку минимума то есть вот такая запись f от x на экстр подразумевает что предполагается найти и точки минимума и точки максимума и при этом есть ограничение что такое ограничение что ваша переменная x она бегает скажем не по всему пространству в котором естественно ей было бы бегать есть какие-то дополнительные наложенные ограничения они могут задаваться какими-нибудь уравнениями неравенствами разного вида и вот в процессе нашего курса у нас будут появляться разные варианты этой задачи и мы будем для каждой из них обсуждать некий рецепт как и решать и разбирать примеры как эти самые рецепты могут быть реализованы вот надо в самом общем виде это выглядит вот так еще иногда пишут вместо экстр мы все могут писать суп или инф или мин или макс смысл этих обозначений понятен значит мы либо ищем точную верхнюю грань по какому-то множеству либо точную нижнюю грань а когда пишется мин или макс то это не так сказать подразумевается что достигается что этот самый самое минимальное значение режим максимальное значение достигается вот значит такая вот самая общая постановка ну и естественно у нас будут эти общие постановки многократно специфицируются и будут появляться совершенно конкретные их реализации вот сегодня речь пойдет о конечномерных задачах ну то есть когда у вас это самый этот самый x он бегает по р.н. вот ну в начале будет такая часть связанная с напоминаниями значит почему с напоминаниями потому что естественно такого типа задачи их и в школе изучают скажем для функции одной переменной и на вступительных экзаменах они бывают или там на егэ ну и на первом курсе значит вот на механик математическом факультете в рамках курса математического анализа изучают естественно и задачи экстремальные для функции одной переменной и задача в том числе на условный экстрем для функции нескольких переменных вот и ну у разных лекторов это происходит по-разному но как правило это эти задачи изучают это называется то что называется правило множительного гранжа вот сегодня мы ближе к концу это самое правило множительного гранжа сформулируем для задач с равенствами и неравенствами это значит некая цель нашего занятия вот но начнем с напоминаний начнем с некоторых напоминаний ну первое о чем идет о чем идет речь на вообще что такое вообще вокальный минимум вот скажем пусть у нас x x крышкой из рн значит это некая традиция и точки подозрительные на экстремум у нас будут обозначаться x крышкой там игре с крышкой вот крышка это некий намек на то что . она скорее всего там точка минимум ну или по крайней мере мы ее будем изучать именно ее на предметы локального минимума и вот значит говорят что x крышкой это локальный минимум функции f значит если найдется такое дельта больше нуля что для всех x дельта следует f от x больше равных с крышкой но это некое напоминание того чему все люди дошедшие до этого курса по идее должны быть привычными значит вот у вас точка x крышкой вы сможете выбрать такую ее маленькую достаточно ну или какую-то окрестность что всюду в пределах этой окрестности f от x больше или равно f от x крышкой тогда говорят что x крышка это локальный минимум функции f вот есть еще понятие абсолютного минимума значит x крышкой абсолютный минимум функции f если все то же самое верно просто вообще для всех точек x это верно уже для всех точек x вот теперь значит что еще нужно напомнить ну еще нужно напомнить некие базовые вещи которые тоже хорошо известно это как вот есть у нас задачи без ограничений просто есть функция на конечномерном пространстве как для нее устроены необходимые и достаточные условия экстрема первого порядка значит вообще вот в рамках этой науки у нас будут основные вопросы такие каждый раз изучаться вот есть какая-то экстремальная задача и для нее как правило первым делом выписываются необходимые условия первого порядка то есть это будет далекое как правило далекое развитие если задача достаточно сложная того что называется теорема фирма значит если у вас функция дифференцируема в точке и точка это локальный скажем минимум нашей функции то производная равна нулю это такая фундаментальная вещь с которой все обычно начинается это вот тоже называется условия первого порядка то есть если локальный минимум то производная равна нулю есть условия второго порядка да тут вот все что сейчас буду говорить это относится вот к этой ситуации когда у нас конечномерная задача то есть x бегает по пространству rn да ну раз уж мы раз уж мы это вспомнили тогда надо конечно напомнить что подразумевается под этим самым модулем значит по традиции модуль x это значит x это вектор н компонент значит сумма квадратов модулей координат и из всего из этого корень извлекаем так вот значит у слоя первого порядка значит если есть точка локального минимума то производная равна нулю есть необходимые условия значит есть необходимые условия второго порядка значит пусть у вас есть у функции она пусть она дважды дифференцируема в этой точке в этой точке ну и вы знаете что ваша точка это локальный минимум тогда тогда можно утверждать следующее что ну во первых конечно первая производная равна нулю а во вторых вторая производная не отрицательно определена так 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 вот вот но я опять же напоминаю что для функции конечного числа переменных вот такая запись подразумевает пока по крайней мере будет подразумевать у нас просто вектор градиента то есть вектор частных производных вот а соответственно вот это вот f2 штриха то есть вторая производная подразумевает матрицу вторых производных частных вот такая матрица значит у нас тут два индекса и и жи это некая симметричная матрица вторых производных ну и вот тут вот такое условие написано это условие состоит в том что соответствующая квадратичная форма отвечающая этой матрице она должна быть не отрицательно определена это необходимые условия экстрема можно написать и довольно просто это тоже я напоминаю что есть достаточные условия экстрема которые в этих терминах тоже хорошо пишутся значит если у вас если у вас есть вот такое вот условие то есть производная в какой-то точке равна нулю а матрица вторых производных положительно определена значит положительно то есть для любого ненулевого вектора должно быть строго больше нуля значение соответствующей квадратичной формы то есть иными словами в ноль уже обращаться запрещено так вот если выполняется такое более сильное требование то тогда x крышкой это точка локального минимума точка локального минимума вот это значит были некоторые напоминания ну вот это наше необходимое достаточное условие они у нас видите почти сомкнулись то есть отличие внешне кажется небольшим совсем хорошо обстоит дело с этими самыми необходимыми и достаточными условиями для так называемых квадратичных задач то есть для задач такого вида когда у вас f от x это какая-то квадратичная форма от x плюс линейная форма на плюс числа вот значит для таких задач можно написать очень такое естественные сформулировать результат на тему того как у них устроены точки экстремум в таких задачах так теперь давайте пойдем дальше теперь вот раз у нас возник вопрос про вторые вторые производные про положительную отрицательную определенность форм то надо тоже напомнить то что называется критерий Сильвестра критерий Сильвестра который состоит в следующем значит если форма такая запись а больше нуля подразумевает что форма положительно определена то есть это происходит тогда и только тогда когда все угловые миноры больше нуля до всех k от одного до m так теперь ну и давайте вторым пунктом у нас будет когда матрица не отрицательно определена то есть это происходит тогда когда тогда и только тогда когда у вас все миноры такого вот вида для любого набора индексов должны быть не отрицательны так ну я напоминаю вот так такая запись подразумевает что у вас есть какая-то матрица а вот такая вот запись а 1к означает что вы выбрали первые 1к столбцов 1к строк образовалась вот такая подматрица вот это как раз вот это как раз ее определитель этой самой подматрицы я вот так и обозначил таким вот таким вот образом вот это вот то что называется а 1к а вот это вот это нечто более хитрое это когда вы у матрицы фиксируете какой-то фиксируете некий набор индексов и один и так далее как а штук индекс фиксируется вот но отмечаются соответствующие столбцы и строки регистрируемие ط то есть берется подматрицы которая подготовиться на пересечении и у неё считается определите вот нужно чтобы все такие определенники были не отрицательны вот ну и естественно есть и условия для отрицательной определённости матрицы то есть тогда нужно чтобы вот эти самые угловые миноры знак чередовались начиная от, поэтому Ну и аналогичное условие есть для неположительной определенности матрицы. Все, это были некие напоминания. Это были некие напоминания. Теперь давайте обсудим несколько примеров. Обсудим несколько примеров. Ну вот, давайте такой пример. Вообще тут все вот эти понятия важно хорошо прочувствовать. Ну и первый пример такой. Значит, у нас будет функция f. Да, во всех примерах у нас все функции будут жить на rn, ну а значения у них будут, естественно, действительно значными. Функции будут действительно значными. Значит, ну и первый пример. Это нужно привести пример такой функции, у которой есть стационарные точки. Но нет абсолютного максимума, или же минимума. Минимум. Вот, например, такой. Это функция одной переменной. Это мы берем f от x, арктангенс, x. Все это в кубе. Но если мы нарисуем мысленно, скажем, график арктангенса, то станет понятно, что у него точки абсолютного максимума и минимума не достигаются. Не достигаются. Значит, он там стремится на бесконечности к π пополам и минус π пополам. Смотря в какую сторону мы двигаемся. После возведения в куб качественно график не очень сильно меняется. А зачем нам нужен куб? А куб нам нужен вот зачем. Значит, в принципе, можно было бы взять просто функцию арктангенс. Тогда бы у нас не было абсолютного максимума и минимума. Функция была бы ограниченной. Но не было бы выполнено вот это свойство. Что стационарные точки бы отсутствовали. Значит, что такое стационарная точка? Это я напоминаю, что стационарная точка — это такая точка, в которой производная равна нулю. Просто-напросто. x0. Значит, то есть... Вот для этого примера у нас, если мы начинаем дифференцировать в какой-нибудь точке x, это у нас 3 тангенс x в квадрате на... Вот на такую вещь. Ну и, значит, понятно, что в нуле у нас уже образовалась нулевая производная. Значит, вот такой пример. Давайте следующий пример обсудим. Обсудим следующий пример. Вот такая функция. Арктангенс x на синус x. Значит, у нее, естественно, есть локальные экстреммы, но нет абсолютных. Нет абсолютных экстреммов. Нет абсолютных экстреммов. Но опять же, проще всего в этом убедиться, нарисовав график этой функции. Станет понятно, что она, значит, на бесконечности стремится к π пополам и минус π пополам. И при этом она осциллирует между этими. Никогда эти значения не достигаются, но функция наша осциллирует, у нее есть локальные экстреммы. Так, ну, это, кстати, такие совсем простые примеры. Теперь давайте обсудим. Вот еще такой пример тоже, так сказать, мы обычно занятия его тоже обсуждаем. Пример немножко из другой уже серии. Значит, вот такой вопрос. Ну, значит, это такие вещи просто чисто одномерные. А вот уже некий вопрос такой уже двумерный. Вот пусть у вас есть функция из R2 в R. И пусть вы знаете, что ограничение ограничение F на любую прямую проходящего через начало координат имеет в начале, в этой точке, локальный минимум. Вот такое условие. Ну, пускай функция хорошая, там, бесконечности дифференцируем, и хорошая функция. Следует ли отсюда следует ли отсюда что начало координат это точка локального минимума нашей функции. Значит, вот такой вопрос. Ну, вопрос не просто так, ответ, естественно, не следует. Но первый раз, если человек с таким не сталкивается, то не сразу. Значит, люди приводят пример. Примеров таких, естественно, очень много. И, значит, одна из целей его обсуждения это почувствовать, что для функции нескольких переменных могут быть такие контринтуитивные всякие ситуации, и вообще это такое дело все деликатное. Ну, и вот такой пример, который обычно по поводу этой задачи приводится. Это такая функция двух переменных F от X1 и X2. Я сказал, что эта функция, можно считать, что она достаточно хорошая. Она не просто достаточно хорошая, это вообще многочлен четвертой степени. алгебраический многочлен четвертой степени. Вот такой вот простенько выглядящий многочлен. Значит, в чем тут эффект? Почему для этой функции так устроена вот эта самая жизнь? давайте нарисуем как устроены знаки этой функции. Как устроены знаки этой функции. Значит, пусть у нас вот это будет немножко так нетрадиционно. Тут у нас будет X2, а тут будет X1. Сейчас будет понятно, почему. Значит, давайте посмотрим, где наша функция обращается в ноль. То есть, как говорят, нулевые линии уровня этой функции нарисуем. Ну, понятное дело, это будет либо эта скобочка 0, либо эта скобочка 0. То есть, это две замечательных параболы. Одна вот такая, вторая вот такая. Две таких чудесных параболы, которые проходят через ноль, касаются обе вот этой самой оси X2. Ну и как устроены знаки нашей функции. Значит, на этих параболах функция равна нулю, вне этих парабол, значит, внутри вот этой внутри вот этой параболы наша функция положительная, вне вот этой такой наружной параболы функция отрицательна, функция тоже положительна, а вот внутри, вот в этой полосе между двумя параболами она отрицательна. Так, теперь давайте разбираться, почему она действительно дает примеры, и чем эта картинка, почему эта картинка многое объясняет. Значит, ну, что тут ясно? Ну, во-первых, ясно вот что, что в сколь угодно маленькой окрестности начала координат у вас есть как точки, в которых, скажем, точки из вот этой вот верхней области, лежащей выше вот этой параболы верхней, значит, в них функция положительна. В самой точке ноль функция равна нулю. Значит, есть, значит, сколь угодно близко можно как подобраться по точкам, в которых функция положительна, так и вот по вот этому самому, по точкам, находящимся вот в этой вот узенькой такой полоске между двумя параболами. Можно сколь угодно близко подойти к нулю, и, соответственно, сколь угодно близко к нулю будут точки с отрицательными значениями. Поэтому никакого локального минимума, ну, или там, максимума в этой точке нет. Значит, тут, как и обещано, то есть, значит, ноль не является точкой локального минимума нашей функции. Теперь, а почему же тогда тем не менее ограничения, когда мы рассматриваем ограничения на любую прямую, то тут уже будет локальный минимум. Но опять же, можно, глядя на эту картинку, все пояснить. Давайте я тут так еще раз перерисую. Еще раз перерисую. Значит, тут есть одна парабола, вторая парабола была. Значит, ну, прямой бывает двух типов. Первый тип прямой, это всего одна прямая, это вот эта самая ось х2. С ней можно разобраться отдельно, каждый из вас легко это проделает. Значит, если мы смотрим ограничение нашей функции напрямую, х1 равно нулю, значит, подставляем х1 равно нулю, у вас получается функция там 2х2 в четвертой степени. Ну, значит, очевидным образом это локальный минимум у меня в этой точке. Теперь, если мы проводим любую другую прямую, то она, у меня так кривовато немножко получилось, но это тем не менее прямая. Значит, любая такая прямая, она обладает тем свойством, что найдется целая окрестность на этой прямой, в которой все значения функций будут неотрицательными, потому что любая такая прямая, она пересекает вот эту нашу внутреннюю параболу, пересекает нашу внутреннюю параболу, и, значит, как апостолка она и пересекла, то все, уже целый интервальчик у вас образовался, на котором функция уже знак, ну, значит, либо 0, либо знак постоянный, неотрицательный. Значит, вот такой пример. Вот такой пример. Так. Ну, вот еще по поводу примера этого, что можно сказать, что вообще изучение различных таких геометрических свойств многочленов нескольких переменных, скажем, действительных, этот ветвь действительной или вещественной геометрической геометрии очень такой красивой науки, где много, в частности, вот такого типа, зачастую контринтуитивных каких-то результатов, что они могут довольно причудливые какие-то геометрические образы создавать. Так, ну, давайте пойдем дальше, обсудим следующий пример. Следующий пример обсудим. Давайте, пример у нас будет такой. Вот такая функция f двух переменных. Тут разнообразие у нас будет функция x и y. Вообще-то, мы будем стараться все-таки придерживаться векторных обозначений, но тут по некоторым причинам удобнее будет делать вот так. Вот такая функция. Давайте изучим, как у нее устроены локальные максимумы, локальные минимумы, ну и всякое такое. Ну, в соответствии с уже упоминавшиеся сегодня общими результатами, значит, нам нужно посчитать вначале градиент, посчитать первопроизводную. Вот считаем, значит, f по x. f по x, давайте смотреть, это у нас будет единица плюс e в степени y производный космус, это значит минус синус, ну а f по y, f по y, это у нас будет e в степени y космус x так, ну мы должны в соответствии с нашей рецептурой найти нули, то есть найти стационарные точки нашей функции, то есть нули градиента, значит, приравниваем каждого из этих соотношений к нулю, что у нас получается, ну, значит, по понятным причинам экспонента в нуль не обращается, действительно, значит, это не нулевая штука, значит, нули могут возникать только из-за синуса, соответственно, x должен быть вида kπ, где k целое число. Значит, все наши стационарные точки, значит, по x, они должны быть устроены как-то так. Теперь, значит, если мы подставляем это самое kπ, то что у нас получается из второго уравнения, что у нас получается для y? Значит, ну для y в зависимости от четности k, у нас может быть либо космус равняться единице, либо космус может равняться минус единице, значит, ну тогда у нас получается такое уравнение. Значит, в первом случае получается уравнение е в степени y. Значит, если, значит, это если, так-то напишем космус x равен единице, да, если он равен единице, то тогда у нас получается уравнение е в степени y на y просто-напросто равно нулю, соответственно, y равен нулю. Теперь, если у нас космус x равен минус единице, это вторая возможность, тогда получается уравнение вот такое, е в степени y значит, минус минус 2 минус y равно нулю, ну и, соответственно, y это минус двойка. Так, и так получилось такая две серии точек на плоскости стационарных. Стационарные точки они распадаются в две таких серии. Одна серия отвечает четным значением k другая нечетного значения mk. Значит, в одной серии у нас космус соответствующий космус равен единице, а y нулевой, в другой серии космус минус единица, а y это минус двойка. Значит, теперь вот такое интересное дело, значит, если мы хотим все-таки понять вот эти наши стационарные точки, какие из них будут локальные минимумы, какие локальные максимумы, то мы должны посчитать матрицы вторых производных. Ну, я тут уже это подсчеты проводить подсчеты я тут в полном виде проводить не буду, скажу, что получится. Значит, да, но ясно, что эти самые матрицы, они будут одинаковыми. И для точек первой серии будет одна матрица вторых производных, для точек второй серии будет другая матрица вторых производных, и матрицы эти получаются такие. Минус 2, 0, 0, минус 1. И вторая матрица такая. 1 плюс e в степени минус 2, 0, 0. И тут у нас будет минус e в степени минус 2. Так, ну, значит, чем этот пример интересен, почему мы его разбираем? Разбираем мы его вот почему. Ну, глядя на первую матрицу, можно с помощью критерия Сильвестера, который сегодня уже упоминался, ну, а можно просто сказать, что это на вас видно, видно, что она знака определенная, а именно видно, что в точках, у которых вот эта матрица вторых производных будет такая, там имеется локальный максимум. Значит, вот эта матрица, значит, из нее следует, что там будут локальные максимумы. Вот эта матрица же наоборот. Вот. Это как раз матрица того, что называется седловая точка. То есть у вас есть собственное число одно положительное и другое собственное число отрицательное. Вот. Поэтому никакой знака определенности у нашей матрицы быть не может. и поэтому все точки, значит, в которых образуется, значит, вот такая, в котором соответствует вот такая матрица вторых производных, это не точки локального экстремума. Значит, это не локальный экстремум. Вот. И вот, значит, такая довольно простого вида функция обладает таким интересным свойством, что у нее есть бесконечно много локальных максимумов, но ни одного локального минимума. Бесконечное число локальных максимумов нет локальных минимумов. Вот. Ну вот, в качестве упражнения можете убедиться, что можно было бы такого типа пример привести из более простого вида функции, а именно такой функции синус х минус у в квадрате. Такая функция тоже двух переменных. Она тоже обладает этим свойством. Но этот пример, мне кажется, более интересным, поскольку эта функция, она явно с каким-то вырождением. Видите, она представляется в виде суммы функции вот х и функции вот у. То есть ясно, что это какая-то нетипичная функция двух переменных. А вот эта вот так как-то она не столь, это не столь бросается в глаза. Вот такой пример. Так. Теперь давайте еще один пример обсудим. Тоже на задачу. Это вот все мы сейчас обсуждаем задачи, что называется, без ограничений. Давайте обсудим еще один пример. Этот пример будет у нас такой пример. Пусть у нас такая задача. У вас есть функция из L2. Ну, скажем, на каком-нибудь отрезке, там, допустим, 0,1. Такая-то функция. И есть еще какие-то функции тоже из L2. Можно считать, что они не просто заливают, что все эти функции там хорошие, так сказать, там, по Римуну даже интегрируемые, или там какие-то непрерывные. Это для того, о чем сейчас пойдет речь, это неважно. Значит, я напоминаю, что L2 — это такое банковое пространство, где расстояние между... где норма функции определяется как интеграл квадрат модуля по нашему, ну, скажем, по отрезку нашему 0,1. И одна вторая. И вот такая задача, которая очень часто возникает на практике. Как вам... Значит, вот есть какая-то одна функция, и есть еще N функции из L2. Как вам найти расстояние от этой функции до подпространства, порожденного функциями G1, Gn? Это такая важная задача, она в огромном количестве приложений встречается. Вот. То есть, значит, вот такая задача. Мы хотим минимизировать... Хотим найти расстояние от функции F до линейной оболочки G1, Gn Ну, расстояние в L2. то есть это инфимум по всем по всевозможным коэффициентам C1, Cn Ну, пускай, скажем, у нас все будет действительно значное, то есть коэффициенты действительные числа. Значит, инфимум норма F минус сумма от 1 до N C, G, G, G Вот такая задача. То есть, как оптимальным образом выбрать коэффициенты вот в таком вот разложении по такой системе функции, чтобы самым лучшим способом, самым лучшим образом приблизить нашу функцию F. Вот это... Значит, как это в рамках нашей деятельности можно эту задачу записать? Просто мы пишем, что у нас есть интеграл. у нас есть интеграл. Значит, тут пишем модуль F от T минус сумма от 1 до N C, G, G, G квадратик ДТ. Так. Ну, как я сказал, пусть у нас действительное такое пространство банаховое, и все у нас функции действительно значны, и коэффициентики у нас действительные числа. Тогда можно раскрывать этот самый квадрат. Значит, мы давайте этот самый квадрат раскроем, и получится у нас такая задача. Значит, у нас есть интеграл. Интеграл, естественно, от 0 до 1. Значит, по треску 0,1. Я даже не буду это дальше писать, это все до подразумевается. Значит, что у нас возникнет? У нас возникнет F в квадрат от T. Что у нас еще будет? Еще у нас будут такая сумма. Сумма. Значит, C, G, T, G, G, T, F. Видимо, два раза. 2M. Так, что еще будет? Ну, еще будут что еще будет? Еще у нас будет еще будет сумма сумма G, T, G, G, T, C, T, C, T. Такая еще будет у нас штука по всевозможным и и G, да? По всевозможным и и Ж. Это все функции от T. Давайте я даже значит, вот я тоже не пишу, ну, G, G, это у нас тоже функция от T. Значит, все функции от T. D, T. Значит, вот мы хотим минимизировать вот такой интеграл. Мы хотим минимизировать вот такой интеграл. так это обычно пишут на миу. К чему дело сводится? Дело сводится вот к чему Функция f нам дана Этот интеграл, отдельно стоящий от f в квадрате Это просто некое число Он никак не влияет на то, где достигается этот минимум Если он достигается Дальше что смотрим? Что у нас такое написано? На самом деле это просто некая квадратичная функция от коэффициентов Потому что функции g житые и f нам даны Поэтому мы можем интеграл от этих сумм разбить в сумму интегралов Посчитать отдельно Посчитать такие интегралы от функции g и t, g житая для всех пар И интеграл посчитать от таких произведений Это некие числа будут И после того, как мы это проделываем Наша задача превратится в очень простую конечномерную задачу Вам нужно оптимальным способом выбрать коэффициенты Которые минимизируют вот эту квадратичную форму Вот такая задача Мы ее немного обсудили И дальше можно по нашей общей схеме Считать производную Находить ее нули И начинали градиенты И эту задачу решать Это одно из объяснений того, почему так популярен метод наименьших квадратов И все, что с ним связано Очень легко проделываются вычисления И все сводится к такой простой линейной алгикой Да, ну вот легко видеть, что можно было бы похожие вещи проделать Если бы тут стоял, скажем, не l2 А какая-нибудь четная степень Это тоже можно было бы так же легко раскрыть скобки Были бы такие уже формы благобожие не квадратичные А более высокого порядка Но тем не менее, это вполне обозримая задача Ну, правда, ее уже так на листочке бумаги не сделаешь Но на компьютере вполне можно с ней разобраться Вот, ну а сейчас мы как раз перейдем к вопросу о том Как такие вот чуть более общие задачи с ограничениями можно решать Так, и вот мы добрались до уже первого типа задач Как я сказал, у нас будут все время в рамках курса Будут возникать разные типы экстремальных задач И вот первый такой тип Это конечномерные задачи Ну и задачи С равенствами и неравенствами И неравенствами Значит, это речь идет о задаче такого вида Значит, у вас есть некая функция f0 Вы хотите ее минимизировать Функцию f0 еще называют часто целевой функционал Это такое название, которое Ну, скорее пришло из задачи экономики Значит, целевой функционал То есть наша цель минимизировать вот эту величину При этом у вас есть ограничения Как устроены ваши ограничения? Они задаются неким набором уравнений и неравенств Значит, у вас есть некие функции f0, которые все должны быть Каждая из которых должна быть неположительной То есть они все должны быть меньше или равно 0 Значит, g у нас бегает от 1 до некого m' И есть еще ограничения Некие функции fk, которые должны обращаться в 0 k у нас бегает от m' плюс 1 до m Ну, а сама точка x, она живет в rm Вот такая задача Конечномерная, потому что у нас x конечномерная Значит, есть некий целевой функционал Есть некий набор ограничений Значит, как эту задачу решать? Значит, то, что я сейчас напишу Это некий рецепт Что значит слово рецепт? Значит, на самом деле за этим словом рецепт Скрывается некая теорема Которую рассказывают на лекциях Значит, в частности, вот Андрей Владимирович Вурсиков Сейчас читает лекции Значит, за вот этим рецептом На самом деле за ним скрывается теорема Что именно Рецепт становится теоремой Когда мы скажем, что вот Пусть функция f0 Обладает какими-то хорошими свойствами Дифференцируема на какой-то области Сколько-то раз Пусть и вжитые тоже какими-то свойствами Хорошими обладают Тогда, значит, верно Все, что сейчас будет написано Но я не буду эти формулировки все строгие Скорее всего, приводить И в дальнейшем тоже Потому что это достаточно громоздко И скорее мы будем действовать Веря в то, что В тех примерах, которые мы обсуждаем Все эти условия выполняются Но, в принципе, конечно же, нужно Это все по-хорошему контролировать Нужно брать полную формулировку И смотреть, что все требования выполнены Итак, что за рецепт? Как решать такую задачу? Значит, первым делом нужно Организовать то, что называется Функция Лагранжа Это сумма От нуля до м Дальян джит, фжит Давайте там от x напишем Вот такая функция Это называется функция Лагранжа В честь Жозефа Лагранжа Функция Лагранжа И, значит, рецепт состоит в следующем Если x с крышкой Локальный минимум То То есть, речь опять идет о необходимых условиях экстрема То найдется Вектор лямбда Из rm плюс 1 Не тождество нулевой Это очень важно Такое, что будут выполнены следующие условия Значит, первое Такое, что Выполнено Все ниже следующее Значит, первое Это условия стационарности Производная по x равна нулю Под производной по x подразвивается, естественно Вектор градиента нашей функции То есть, каждая частная производная по всем нашим x x с житом от 1 до n должна равняться нулю То есть, на самом деле, это не одно скалерное уравнение А n уравнение Так, дальше Условия дополняющей нежесткости Нежесткость Нежесткость Так Лямбда житая f житая x крышкой Равно нулю Для всех g От 1 до m штрих Так, ну и третье условие Третье условие Это условие неотрицательности И вот и тисательность Лямбда и t больше или равно нуля Значит, для всех И От 0 до m штрих Так Значит, что тут есть что Ну, с этим понятно С этим понятно Условия стационарности Или по-другому Вот этот вот вектор d Лямбда по dx Житому В точке x крышкой Равно нулю Для всех g От 1 до m Это понятно Теперь, значит, дополняющая нежесткость Это очень такое важное Условие Значит, оно пишется только для ограничения типа неравенства Видите, у нас тут g бегает от 1 до m штрих То есть Каждому такому ограничению типа неравенства Отвечает такое уравнение Что либо Множитель Лагранжи равен нулю соответствующей Да, я не сказал, но сейчас говорю Вот эти самые коэффициенты лямбда житые Называются множители Лагранжи Значит, лямбда житые Это множители Лагранжи Ну и поэтому часто само это Само это Утверждение Сам это Сам этот рецепт Выбезывает правило множителей Лагранжи Вот, значит, и следующее Требу, следующее условие Это условие нетрицательности Все коэффициенты, все множители Лагранжи От нулевого до этого m штрихового То есть, опять, это все коэффициенты Отвечающие ограничениям типа неравенства И еще целевому функционалу Вот, тут добавляется еще Значит, еще выполняется требование Неотрицательности коэффициента Отвечающего нашему целевому функционалу Вот, теперь, значит, такой вопрос Значит, вот это для задачи на минимум Что я делаю для задачи на максимум? Для задачи на максимум это стандартная технология Мы просто можем заменить наш функционал F0 на минус F0 И у вас все остальное не трогаем Значит, все остальное И получаем просто записок Уже для новой задачи Где вместо функционала F0 минус F0 У нас уже задача на максимум становится задача на минимум И для нее все это применимо Вот, ну и дальше, естественно, что Если есть какие-то другие неравенства То их можно сводить тоже к такому виду Посредством каких-то простых преобразований Замен переменных, преобразначений и так далее То есть это, на самом деле, очень общая задача И вот в эту схему уже много чего укладывается Так, это, значит, я сказал Так, теперь, значит, в чем состоит тем самым процесс решения? Вот пусть у нас есть какая-то экстремальная задача Нам нужно, значит, какой-то функционал минимизировать Какие-то есть ограничения Что мы делаем? Мы рассматриваем вот эту вспомогательную функцию лямбда От x Значит, если раньше нам нужно было найти точку x с крышкой Которая достигается минимум Это была наша цель То есть как бы у нас было нужно Найти точку, это значит найти n ее координат n ее координат То есть у нас как бы было n переменных Теперь у нас переменных стало значительно больше Потому что к переменам, которые вот x сжито Еще добавились неизвестные нам коэффициенты лямбда То есть мы как бы себе жизнь усложнили Но при этом у нас еще образовалось много дополнительных соотношений Которых у нас раньше не было То есть раньше вообще было непонятно, как решать А вот теперь у нас возникло Во-первых, у нас есть n уравнений Во-вторых, еще есть m штрих никаких уравнений Еще есть условия неотрицательности Вот, и на самом деле этих условий Вообще говоря, достаточно для того Чтобы система получилась замкнута Во всех таких разумных ситуациях И решение, значит, ну как-то Количество было бы тоже разумным Так, теперь еще Давайте, значит, какой еще тут уместно сделать комментарий Да, еще вот, значит, еще два маленьких комментария Значит, первый комментарий такой Это вот все, то, что написано Это необходимые условия То есть если есть локальный минимум То вот это все выполнено Достаточные условия для этой задачи тоже Можно написать Но, как мы уже помним из начальной части Сегодняшнего занятия Значит, у нас достаточно условия, как правило Предполагают какие-то требования на вторую производную Значит, на матрицу вторых производных Или на что-то подобное В этой задаче они тоже есть Но сегодня мы их обсуждать не будем Они достаточно громоздкие Они достаточно громоздкие Эти достаточно условия И, значит, поэтому сегодня, наверное, их обсуждать не будем И теперь вот еще что Еще такой часто возникает важный вопрос А как тогда действовать? А часто срабатывает такая технология Мы с помощью вот этого самого необходимого условия Находим точки подозрительные на экстремум А дальше мы каким-то образом доказываем, что в нашей конкретной задаче Экстремум обязан достигаться То есть доказываем то, что называется теорема существования Ну а если вы доказали теорему существования, что минимум у вас обязан достигаться А всех кандидатов на этот самый минимум Вы с помощью вот этого рецепта Нашли То дальше можно, например, просто посчитать значения И, допустим, их конечное число получилось Вы можете просто в каждой точке из найденных Посчитать значения целевого функционала И выбрать из них самое минимальное Это и будет ответ Ну или какие-то вот такого типа соображений Могут существенно упрощать дальнейшие исследования Так, ну теперь давайте разберем пример Давайте разберем пример Значит, я тут его начну писать Места нам, конечно, на него не хватит Но мы потом продолжим Пример будет такой Места нам, конечно, не хватит Так, вот такой пример Так Ну давайте действовать, соответствующий нашей рецептурой Составляем функцию Лагранжа Да, значит, есть еще помимо вот этого самого нашего рецепта Который я называю правилом множества Лагранжа Есть общий принцип Лагранжа Состоящий в том, что если есть какая-то задача с ограничениями То минимум задачи с ограничениями Достигается там же, где и для комбинации Целевого функционала и всех вот этих условий Для этой функции Лагранжа, так называемой нашей Достигается минимум задачи уже без ограничений То есть, что искать минимум задачи с ограничениями Что искать минимум для такой уже хитрой функции Но за то уже ограничений нет Это вот то, что называется принцип снятия ограничений Принцип Лагранжа снятия ограничений Значит, составляем функцию Лагранжа Составляем функцию Лагранжа Лямбда 0 Х1 квадрат Плюс х2 квадрат Плюс х3 квадрат Плюс х3 квадрат Плюс лямбда 1 На х1 плюс х2 плюс х3 квадрат Так, это наша функция Лагранжа Да, значит, обращаю внимание, что тут очень важно Чтобы все, значит, соответствовало нашей схеме Вот этому нашему общему Общему виду этой задачи Вот мы, собственно, и обеспечили Так, главный лямбда 0, микс 1 Так 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 Это система Отвечающая условия стационарности Дальше у нас есть условия Дополняющие нежесткости Условия нетрицательности Замечательно Так Ну все, значит, дело сделано Условия наши выписаны Теперь давайте смотреть То есть мы должны найти Наши цели Это найти точку экстремума То есть найти решение Значит, а именно найти х1, х2, х3 Сами по себе множество Лагранжа Нам, честно говоря, не особо интересно Это некий, для нас это некий вспомогательный Возникший Неожиданно возникший элемент Так что сами по себе они нам Не так же интересны Но Значит, как-то мы должны Эту систему решить И найти из нее иксы Давайте смотреть Значит, у нас есть Четыре уравнения Это хорошо Но неизвестных очень много Значит, у нас неизвестно сколько Шесть штук Три икса И еще три буквы лямда Лямда 0, лямда 1, лямда 2 Значит, шесть неизвестных Четыре уравнения То есть, вообще говоря Мы понимаем, что Так сказать, шанс найти Скажем, какую-то одну точку Или какую-то конечную число точек Это как-то маловато То есть Система явно недоопределенная Почему так получилось И как с этим быть Значит, ну, во-первых, конечно, так получилось Потому что мы забыли Мы забыли, например, добавить вот такое Уравнение, которое у нас, конечно же, есть Это наше ограничение нашей задачи Еще у нас, конечно же, есть наше Замечательное неравенство Так что Это мы тоже должны про это помнить Такое неравенство еще есть Вот Но все равно У нас по-прежнему Количество уравнений Меньше, чем количество переменных Уж переменных у нас шесть А уравнение у нас теперь стало пять Есть еще, правда, два неравенства Но А не, даже три неравенства Но все равно Это более-менее понятно Что это, вообще говоря, не должно Ситуацию Спасать до конца Значит, в чем В чем Но, как я сказал Значит, вот это самое Правило множества Лагранжа Оно позволяет такого типа задачи решать И всего обычно хватает Значит, в чем тут подвох Подвох тут в том, что Условия нашей теоремы Условия вот этой самой Этого самого правила множества Лагранжа Они Не зависят Значит, наше самоутверждение Не зависит от того, что вы Все коэффициенты Вашего вектора Лямбда Значит, Лямбда определен С точностью До положительного множителя До, значит, умножения на положительное число На положительное число На число больше нуля То есть, если вы все коэффициенты Вектора Лямбда Домножите на одно и то же положительное число То все наши замечательные условия Они все сохранятся Ничего не испортится Вот Ну и поэтому тут При решении такого типа задач Всегда возникает Такой Некий Более-менее стандартный Процесс анализа вот этой системы Значит, а именно разбирают случаи Вот первый случай Который часто бывает удобно И целесообразно разобрать Это разобраться с Лямбда 0 Значит, а именно Если Лямбда 0 у вас равно нулю Давайте это разберем Подставляем Лямбда 0, равное нулю И что у нас образуется? У нас образуется Значит, сюда подставили У вас получилось на Лямбда 1 и Лямбда 2 Сразу три уравнения Ну, причем ясно, что на самом деле Из них следует, что И Лямбда 1 равно нулю И Лямбда 2 равно нулю В соответствии с общим нашим рецептом В точке минимума Которую мы ищем Значит, вектор множества Лилогранжа Должен быть невыраженным То есть, вот этот вариант невозможен Поэтому этот случай не реализуется Значит, это не реализуется Второй случай Лямбда 0 не равно нулю Ну-ка, значит, как я сказал Все, вектор множества определен С точностью до умножения На положительное число Значит, можно тем самым Поделить все компоненты На какое-нибудь удобное нам число Ну и, скажем, добиться того Чтобы Лямбда 0 Положить Лямбда 0 Каким-то удобным для нас Значением Вот, давайте сделаем Лямбда 0 равным 1 вторая Лямбда 0 равным 1 вторая Тогда Наша система Значит, слегка Слегка упростится Значит, наша система слегка упростится И, значит, что из нее получится Получится из нее такое Значит, x1 это будет у нас Минус 2 Лямбда 1 Минус лямбда 2 x2 это будет Лямбда 1 Минус лямбда 2 x3 будет x3 у нас будет Минус лямбда 1 Минус лямбда 2 Так, ну и еще вот эти У нас остаются вот эти И уравнения, и неравенства Их я уж не буду переписывать Так, значит, как дальше с этим Разбираться? Ну, значит, дальше можно Разбирать следующий случай Значит, такой случай Значит, случай там 2а Лямбда 1 равно 0 Лямбда 1 равно 0 Вот смотрим уже на это замечательное уравнение Значит, если лямбда 1 равно 0 Тогда у нас Из нашей системы что получается? Получается, что Все x-ы одинаковые Значит, лямбда уходит Лямбда 1 остается Всюду минус лямбда 2 Значит, они все одинаковые Значит, тогда у нас получается Что x1 равно x2 равно x3 Дальше мы смотрим Вот на это уравнение Видим, что тогда Они все должны быть по единице Потом мы смотрим Вот на это неравенство Значит, 2 минус 1 плюс 1 Это меньше или равно 5 То же все хорошо Значит, вот у нас Найден нами кандидат Значит, как мы говорим Точка x с крышкой Равная 1, 1, 1 1, 1, 1 Это уже кандидат На локальный минимум Поскольку для него Вся наша система Уравнений и неравенств Выполняется Теперь второй случай То есть, случай 2b Теперь случай 2b Случай 2b Ну, что тогда можно сказать Значит, это у нас Лямбда 1 уже не равно 0 Ну, раз лямбда 1 не равно 0 Значит, тогда Вот эта штука Должна равняться 0 Значит, тогда у нас Сюда подставим выражение Для Значит Так Сейчас нет Нет, я неправильно сказал У нас должно быть Так, вот видите Мы тут немножко Мы тут немножко Вас обманули Значит, у нас должно быть Минус 5, конечно же Конечно же Должно быть минус 5 Значит, когда переписывали Мы неправильно Неправильно Тело записали И тут, соответственно Должно равняться 5 Должно равняться 5 Должно равняться 5 Вот Так, значит Теперь у нас есть Есть вот такое уравнение Есть вот такое уравнение Вот Ну и есть выражение Для иксов Через лямбды Я предлагаю Подставить Если подставить Выражение для иксов Через множить левогранжа У вас получится У вас есть два множить левогранжа Оставшихся Лямбда 1 Лямбда 2 И на них в итоге получится Система из двух линейных уравнений Если ее решить То Должно получиться Должно получиться Лямбда 1 Равно минус 9,14 Так Значит, ради чего Весь этот пример разбирался Одна из причин Это Значит, убедиться Что вот это вот требование Условия неотрицательности Тоже бывает полезным И Ну и лямбда 2 Тоже некое значение Можно его посчитать Какое там получится И вот видно Что это число Уже у нас отрицательное И поэтому Этот случай На самом деле Не реализуется Что это означает Это значит Что никаких новых Никаких новых Точек Подозрительных На оптимальность Нам этот случай Не даст Значит, мы полностью Эту систему Проанализировали И убедились Что у нас есть Единственный кандидат У нас есть Единственный кандидат Это вот эта самая Точка 1,1,1 Вот она Так Как быть дальше Как быть дальше Потому что То, что на кандидат Еще совершенно Не означает Что это действительно Локальный минимум Или Тем более Абсолютный минимум В этой задаче Пока это Совершенно непонятно Но как я сказал Значит, вот Тут можно действовать С помощью Достаточных условий То есть Того результата Который я не формулировал Который, как я сказал Достаточно громоздкий А можно действовать В этой конкретной задаче Можно справиться С помощью Достаточно простых соображений А именно Вот каких Но Тут нужно вспомнить Такую важную вещь Как Теорема Верстресса Значит, если у вас есть Ф Кв Непрерывная функция Непрерывная функция АК компакт То Найдется Точка минимума Значит, с крышкой Апсмин Ф на К То есть Непрерывная функция На компакте Обязана достигать Своего Минимального значения Ну и максимального Тоже обязана достигать Значит, кто такой компакт Я напоминаю, что Значит, ну В той ситуации Которая Нас сейчас интересует А именно Конечномерные ситуации Значит, в конечномерных пространствах Компакты Это В точности Замкнутые И ограниченные множества Ну, давайте смотреть Значит, в нашей задаче Что из себя представляет В нашей задаче Наши ограничения Значит, у нас есть У нас есть Два ограничения Первое ограничение Это Х1 плюс Х2 плюс Х3 Равно тройка Это Двумерная Плоскость В трехмерном пространстве И второе ограничение Это полупространство Это некое полупространство То есть Вот у вас есть Наше Трехмерное Пространство Тут есть некая Как говорят Гиперплоскость Я так ее Нарисую В виде треугольника На самом деле Это, конечно же Бесконечная штука Это двумерная плоскость Значит, вот это Что из себя представляет Это некая другая Двумерная плоскость Афинная Отвечающая равенством 2х1 минус х2 плюс х3 Равно 5 Это некая другая Плоскость И мы берем Все, что лежит По одну сторону От этой плоскости Иными словами В пересечении У вас получится Что у вас есть В некой двумерной плоскости Она пересекается Второй по прямой Соответственно У вас в этой Двумерной плоскости Образуется Двумерное Полупространство Значит, это Что из себя представляют Наши ограничения Теперь, что из себя Представляет наш функционал А наш функционал Из себя представляет Вот такую вот Квадратичную форму Мы хотим Его минимизировать Но саму Теорему Вильстрассе Напрямую Применить Сходу не получается Потому что Наше множество Которое задается Вот этими ограничениями Это множество Некомпактное Оно, безусловно Замкнутое Поскольку Неравенство Нестрогое И все Уравнения Так сказать Хорошие Но оно неограничено Это Как я сказал Полуплоскость Много что Неограничено Тут можно сделать Такой трюк Такой трюк Который часто Бывает полезен Он бывает полезен И вот для такой Учебной задачи И бывает полезен И в задачах Которые на практике Возникают Так делают Это метод Введения Дополнительных Ограничений А именно Давайте сделаем Такой трюк Возьмем Шар Шар Какого-нибудь Большого радиуса А именно Добавим еще одно Ограничение Сами Х1 Тоже множество Компактное На нем Вот эта функция Обязана достигать Своего абсолютного Минимума Это ясно Это вот Потеряем Вирш Трасса Теперь А как связана Вот эта новая задача С нашей Исходной задачей Ну и ясно Что Значит Минимум Если есть какой-то Минимум В исходной задаче То Значит Он естественно Должен Содержаться Среди Каких-то точек Удовлетворяющих Этому дополнительному Ограничению Потому что Значит Если он достигается Где-то Где у нас Оно не выполняется Где больше станут Там уж Только больше становится То есть Это Это вещь Понятная Все Значит Мы доказали Что в нашей Исходной задачи Обязательно Должен достигаться Абсолютный Минимум В нашей Исходной Задаче А дальнейшее Очень легко Происходит Значит Он должен Где-то достигаться Это мы доказали Дальше Из вот этой нашей Правила множества Ограничения Следует Что Если он Где-то достигается То он Удовлетворяет Вот всей этой системе Уравнение неравенств А у нее Единственное решение Вот оно Других просто нет Значит Это и есть точка Абсолютного Минимума Поэтому ответ Ответ Вот эта вот Точка 1,1,1 Это Абсолютный Минимум Абсолютный Минимум Вот Значит Вот такая Задача И мы с ней Богополучно Справились Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому